Мы снова в студии 8 канала, это программа «Время говорить». Мы беседуем о книге «Последний поход», посвященной событиям гражданской войны на Дальнем Востоке. Игорь Леонидович, Ваша книга отпечатана тиражом 300 экземпляров, то есть такая библиографическая редкость. Скажите, где её можно достать? Ну, не знаю, где её можно достать. Её распространяют такие же краеведы-любители, как и я, например. Я предоставляю им эту возможность. В Владивостоке есть несколько людей, которые распространяют. Также в библиотеке, в музее Арсеньева. Кто-то заказывает у меня лично по электронной почте, пожалуйста. Могу выслать. А Ваши творческие планы? Неизвестно, что Вы хотите в будущем посвятить ещё одну книгу событиям 1918 года, которые тоже дают в себе множество загадок, мифов и каких-то передёргиваний. О какой-то книге говорить ещё рано. Идёт просто сбор материалов. В 1918 году так называемый Уссурийский фронт откатился от Владивостока до Хабаровска. В тех боях красные потерпели поражение, и о том времени практически не принято было писать. В советских источниках вообще очень мало что можно сейчас найти. Поэтому приходится работать с зарубежными источниками, с английскими, французскими, с чешскими. Сейчас вот жду японские. Когда это всё будет собрано, тогда уже можно будет говорить о чём-то таком, что может вылиться в книгу, а может и не вылиться. Посмотрим. Ну и напоследок такой глобальный вопрос. Несмотря на то, что в 1991 году в России сменился политический строй, по-прежнему в честь деятелей большевистской партии названы улицы, в их честь установлены памятники, в то время как имена деятелей белого движения по большому счёту забыты и никак не представлены в нашей топонимике. Вот по-вашему, сколько это большая проблема и удастся ли в дальнейшем эту ситуацию изменить? Я считаю, что за последние 20 лет государство не заинтересовано в том, чтобы увековечить память Белой гвардии. Оно так или иначе об этом бы заявило. А так это остаётся в руках инициативных групп, общественников, национальных организаций. Скажем так, вот год назад, летом 2012 года, была установлена памятная доска на здании штаба земской рати в городе Спаски-Далин. Мы все присутствуем при этом, да. И это была абсолютно частная инициатива местных краеведов. Но при участии музея, администрации, главы администрации, всё было проделано на городском уровне. Ну, соответственно, вот этот вопрос действительно очень больной и он очень показательный. Потому что это отношение к нашей национальной истории. Истории, которая, как известно, не только ошибок не прощает, но и суровая наставница жизни. Но спрашивает за невыученные уроки, как говорил Ключевский. Поэтому то, что партийная история у нас до сих пор выдается за такой мейнстрим, что ли. Партия, парт, часть. И, соответственно, и взгляд частичный такой, и деятели только с одной стороны. Всё остальное остаётся неизвестным, оплёванным, забытым. И вот до того момента, пока это будет так происходить, соответственно, мы не можем говорить о каком-то возрождении. И просто даже о том, чтобы вернуть себе национальное достоинство. Поэтому, когда мы общаемся с другими странами, с представителями других стран, это всегда будет нашим самым слабым моментом. Поэтому просто строго необходимо вернуть то, что было украдено, это родные имена и названия, и, соответственно, провести здесь ряд правильных решений. Во всяком случае, в том событии, в котором мы участвовали, там на этом здании висит две памятных доски. Одна посвящена штабу генералу Молчанову, а другая, соответственно, противоборствующей стороне. Вот это подход, который, по крайней мере, должен быть. Мне кажется, что в будущем всё равно это будет сделано. И более широкая память о защитниках свободной России, о героях Белой армии вернётся обязательно. Поскольку эти люди воевали на нескольких войнах, защищали Отечество. И память о них – это часть нашего наследия. От этого никуда не уйти. И как бы кому-то не хотелось это скрыть, замолчать, оболгать. Да, мы должны помнить, что то, что мы здесь находимся, город Владивосток и город Никольско-Сурийский, и вообще эти территории, это всё решение Александра Второго, Александра Третьего, Николая Второго. И об этом памяти нет. То есть, если здесь живёт настолько неблагодарное население, то о какой судьбе можно говорить дальше? Поэтому никто не говорит, что нужно полностью забыть советский период. Нет, его сбывать как раз нельзя. Но мы должны вспомнить то, что было раньше. И правильно расставлять акценты, конечно. Большое спасибо, что пришли к нам в гости, ответили на наши вопросы. Я напомню, что это была программа «Время говорить». Мы сегодня беседовали о книге, которая вышла в издательстве «Дальнаука». Она называется «Последний поход». Её автор Игорь Рыжов. И сегодня у нас в гостях были также его коллеги-историки. Это Ярослав Попов и Александр Бушин. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова